Мстислава Ростроповича Мстислава Ростроповича И русская женщина Галина Замечательная певица Лучшая оперная певица мира 77-го года Стержень, опора, плечо В самые сложные времена Жена Ваши дети, ваши внуки Они, в общем, русские люди Мои дети русские И ваши внуки тоже Дочери мои русские, они родились здесь Когда мы уехали, одной было 16, другой 18 лет Мои внуки американцы Одному 6 лет, другому 3 года У них американские паспорта Когда в Америке рождается ребенок Он получает паспорт Сразу Мои внуки американцы Они говорят по-русски Это был их первый язык Когда достоинство моей дочери Должна сказать Она говорит с детьми только по-русски Потом они говорят по-английски, естественно И старший внук говорит еще по-немецки Потому что отец его немец А что мы могли сделать? Нас же выгнали А мы не хотели А дочки должны были выйти замуж Дочки, так сказать, должны были родить А мы должны были стать бабушкой, дедушкой А дочери там с работы у них все в порядке? Все в порядке, да Они все музыканты Ольга, она приехала с нами, старшая дочь Она преподает в Нью-Йорке Манхэттенску Да, это Вилан Чилиско Замечательно имеет положение Замечательно преподает Все довольны Бианистка, другая, она сейчас немножко занята детьми Пишет музыку, играет концерты Свою жизнь, так сказать, организовали Они могли не организоваться Так одним родчерком пьера Вот господин Брежнев так выбросил нас И вот пошла семья В других каких-то ракурсах В других направлениях Вы вернулись абсолютно без чувства обиды Горечи, боли Вот вы сейчас приехали сюда с открытым сердцем Как-то вот Эрнстен неизвестный сказал, что его сердце Вернее география его сердца не претерпела изменения Это он ответил на вопрос о ностальгии Меня интересует больше вот с каким сердцем вы приехали сюда С открытой душой Мы русские люди Много есть стран прекрасных, замечательных стран И земля может быть изумительно Да, разно красивее, чем Россия Я считаю, что это неправда, что одна Россия красивая Но есть народ, который живет в этой стране И народ этот русский Мы русские люди По крови По своим взглядам У русских людей тоже есть особый взгляд И мы принадлежим этому народу И мы счастливы принадлежать этому народу Мы никогда не забывали этот народ Что бы ни случилось Мы всегда говорили, что мы русские И мы приехали с открытой душой Всегда говорили, Павел Они вернулись на родину Домой В свою квартиру Которую все эти годы Хранила сестра Мстислава Леопольдовича Вероника Ростропович Именно Вероника Леопольдовна Любезно предоставила нам бесценные материалы Семейного архива И подарила много часов воспоминаний о пережитом О том, из чего складывалось понятие родина В семье Ростроповича Ну, что я расскажу о своих родителях Ну, значит, родители у нас музыканты Мама пианистка Окончила консерваторию Умного А папа виничерист Тоже окончила Деньградскую консерваторию С золотой медалью Они вообще только думали, по-моему, больше всего В начале о музыке Давали концерты, разъезжали по городам Что даже вот я первая родилась Я родилась в консерватории В Саратовской Прямо в классе Вот А потом они переехали в Баку Где папа был профессором консерватории И мама, мама еще меня даже кормила Очень не хотела еще одного ребенка Он неожиданно появился Но он появился очень такой, как мама говорила Рассказывал, очень худой Очень страшный Очень длинные конечности И в мешке Значит, как это называется? Называется в рубашке В рубашке, вот Вы помните вот этот период, когда вы приехали из Баку? Вот самый первый московский период Ну это был очень тяжелый Это был страшно тяжелый период Вы знаете, мы приехали ни на что фактически Но почему мы приехали из Баку? Потому что наши родители решили, значит, нам давать музыкальное образование А там, конечно, это не было Хорошее музыкальное образование И они решили нас повезти в Москву Они уже чувствовали, что у нас что-то есть к этому Вот И из-за этого мы приехали в Москву У нас родственники были только Козалуповой, конечно Семья Козалупов По тем временам они жили роскошно, но тоже страшно тесно Хватало каждому только, вот знаете, вот, можно сказать Ну, как раньше была одна комната, она была поделена Значит, на большую комнату и две узкие кишки А Козалупов был выдающимся профессором Московской консерватории Это был, собственно, первым таким выдающимся человеком, который дал настоящие выпуски училистов И слава потом, после того, как мы приехали в Москву Он поступил к нему И там вот в Гнезниковском переулке, в их же доме Мы снимали первое время, там жили И снимали полкомнаты в общей квартире То есть квадратная комната и была штора в середине Два окна и штора, большая штора была И вот мы жили за шторой Два взрослых музыканта Два взрослых музыканта и двое детей Ну, поскольку у нас папа был заслуженным артистом, профессором, замечательным музыкантом То папу летом приглашали на курорты, на сезоны Потому что у нас дачи не было никогда И мы выезжали Лучше всего нам понравилось быть на Украине Поэтому мы ездили на курорт Славянск и Запорожье Там замечательные парки, там эстрады были Там, в общем, давали концерты И когда узнали, что мы, значит, играем довольно прилично То нас тоже, нас тоже заставляли, значит, участвовать в этих симфонических концертах И мы играли с ним со Славой Вот есть Атиша даже такая Это началось у нас с восьми, то есть мне было десять, и он было восемь лет То есть это прямо сразу после переезда в Москву? Да-да-да, это вот мы когда нам, да, когда мы начали учиться, вот год или два там Во время войны сначала нас эвакуировали в Пензу, в город Пензу И, значит, оттуда, примерно через год, может, даже немножечко меньше Нас родители взяли в Оренбург А в Пензе вы были без родителей просто? Без родителей в школе, в ЦМШ ЦМШ было эвакуировано туда Вот, ну и, значит, когда мы приехали в Оренбург То там, конечно, мы застали страшное положение Очень тяжелая жизнь была Но жили, конечно, мы очень бедно Устроиться на работу было почти невозможно Ни папе, ни маме И папа решил создать трио Это трио работало в кино, в центральном кинотеатре Значит, перед фильмами Но вдруг потом папа умирает И когда папа умер, то встал А мама работала в это время в музыкальном училище педагогом Это такое Оренбургское музыкальное училище, оно одно было Вот, и папа там тоже работал, прирабатывал Потому что было очень мало денег для того, чтобы содержать семью И, значит, вот когда папа умер, то очень вопрос стал любым Что нужно как-то содержать им Ну и все Мама работала, продолжала работать, получала копейки буквально И папа заменил Слава Слава был мальчиком еще тогда совсем Но он стал преподавать в этом училище Вот, ну, значит, он, конечно, ученики его были все значительно старше его Все значительно старше И таким образом мы могли как-то существовать Михайловский театр нас взял И у нас там были афишные концерты И мы ездили и в окрестности Оренбурга Даже на самолете на У-2 нас возили Я играла с Хайкиным, ронду капричоза с оркестром А Слава играл концерт сан-сан со скандрашием Мы сразу поступили в консерваторию, конечно Он был студентом факультетов и по велончели И, значит, по композиции он учился Очень подавал большие надежды И вот наступил первый всесоюзный конкурс Вот это первое его, так сказать, проявление Радостного события, которое он получил Первую премию на этом всесоюзном конкурсе Вот, потом, значит, уже пошли уже другие времена Потому что его уже стали признавать Он стал ездить на фестивали Вот в Чехословакию бесконечные фестивали Вообще везде по всем городам Европы Но в Америке он позже был, значительно позже И однажды в Чехословакии познакомился, значит, там С Галиной Павловной Лишневской Ну и, как говорят, любовь с первого взгляда Приехал с фестиваля и сказал Мама, я женюсь Я вот, мы на завтра назначили, чтобы нам расписаться Пойти в ЗАГС А сегодня Галя приедет к нам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!